Сейчас мы подходим к историческому блоку, где рассказывают о том, с чего же начиналась информатизация нашей жизни. Посмотрев на представленные здесь счеты, старинный учебный центр, ручной перфоратор для перфокарт, можно увидеть, как же развивались информационные технологии. А теперь мы переходим к современности. Вот образование у нас. Первый блок, электронное образование, и мы показываем, что для этого есть. Пожалуйста, рассказывайте очень коротко. Это самые юные пользователи информационных технологий на Нижегородской ярмарке. Им всего 2 года и 9 месяцев, но они уже очень уверенно пользуются самыми современными технологиями. Да, мы организация «Забота», уже долгое время занимаемся IT-технологиями и считаем, что обучение должно происходить, начиная от детского сада и до самого пожилого возраста. Сразу показано, как можно и в детском саду, дальше показано, как в школе. Пойдемте, пройдем туда буквально. Итак, мы посмотрели, как могут развиваться информационные технологии, использоваться в самом юном возрасте. Теперь мы переходим к школе. Соответственно, решение, которое сейчас реализуется в рамках программы модернизации образования, федеральных сельевых программ развития образования. Интерактивные комплексы, которые позволяют любую поверхность сделать интерактивной и обеспечить систему голосования с цифровыми веб-камерами, обеспечивать видеозапись ситуации на уроке. Это серия разнообразного специального оборудования, которое в рамках реализации приоритетного национального проекта образования поступает, и в том числе в рамках направления дистанционного... Есть какой-то полный комплекс оборудования для нормальной и средней школы? Да, есть полный комплекс оборудования. Сейчас в рамках приоритетного национального проекта образования, а также в рамках проекта развития дистанционного обучения детей-инвалидов, эти комплексы уже очень активно внедрены. Дистанционно это понятно, а вот обычная интерактивная система в школе реализуется в значительной степени. Есть перечень методики, институт осуществляет как раз подготовку. Сколько школ у нас оборудованы по полному чину? Порядка 700 образовательных учреждений с 1000 имеют современные интерактивные комплексы в тех учебных лабораторных комплектах, аудиториях, которые требуются. И программа модернизации, которая сейчас реализуется, как раз и позволяет обновить и модернизировать эту систему. Нет, мы говорим... На обувь я говорил, что когда мы вводили школу в поселке Виле, что это вторая школа у нас, которая имеет полный интерактивный комплект. У нас сегодня как раз здесь будет в 11 часов фестиваль образовательных учреждений Нижегородская школа в цифровом формате. И если у вас будет желание, мы будем рады видеть вас, и школа представит информационно-образовательную среду. Посмотрим, что такое полный комплект. Стандарт. Должен быть стандарт. Школа должна быть оборудована этим, этим, этим. Полный обувь. Хорошо. Вот сколько у нас школ оборудовано. И вот это вот, когда что-то стоит, какая-то часть, фрагмент какой-то, все уже считают, что мы там все решили. А на самом деле это нет. Валерий Павлович, вот здесь вот есть еще решение, которое связано с комплексной автоматизацией управления образовательным учреждением. Полный обувь, пожалуйста, мимо университета не пройдите. Валерий Павлович, да. Валерий Павлович, да. Рассказывать времени только у нас очень мало. Очень холодно. По одной минуте. Уступить в университет можно с дивана. Да. Все набирается, отслеживается. Вот для чего вы довели наше высшее профессиональное образование. И только один раз прийти и отдать подлинник. На самом деле, а любопытно, и вот посмотрите, что мы делаем. Мы учим инвалидов по зрению работать на компьютере, а потом учим их зарабатывать деньги таким вот образом. У нас есть целый информационный центр, соответствующий технологии и оборудованием. И все желающие могут научиться, там, пазгут, убрали и так далее, и так далее. А потом дистанционно доучивали. Ну, а все остальное тоже компьютеризировано. Сам процесс образования? Абсолютно. Абсолютно компьютеризировано. То есть полное. Ну, пределы. Хотелось бы еще кое-что добавить, да? Хотелось бы. А вот та лаборатория, которую мы с Интелом оборудовали, она существует, развивается? Она развивается, там уже не одна лаборатория. Интел, кстати, молодцы. Они же для себя готовят кадры. Понятно, да. Так мы работаем с Интелом, с Сарроум, они тоже вкладываются в это дело. Понятно, что мелкие компании не могут готовить на конкретное рабочее место. А крупные, вложись, и мы тебе сделаем. Многие специалисты, конечно, они должны иметь базу. Так все нормально, Валентина, а вот им. Ну, давайте. Спасибо. Удачи вам. Уже подписали соглашение на форуме. Да, в Нижегородском техническом университете подписано соглашение с Интелом. Кстати, Интел первый пришел к нам в политехнический институт тогда еще давно. А если они на своем среде вас хвалят? Да, ну вот, видите. А, так сказать, так, у нас, безусловно, информационное сопровождение образовательных процессов. Есть свой центр в профи, где определяют, так сказать, способности абитуриентов. Понимаете, вот он, может быть, художник в душе, а идет на инженера учиться. Вот мы тут, так сказать, определяем. Вы ему советуете начать рисовать, да? Да, да. Ну, а дальше, это вот соглашение с Интелом, вчера подписываем. А дальше, значит, это суперкомпьютерные технологии для Росатома, для автомобильной промышленности. Вот здесь, так сказать, у нас центры компетенций таких известных фирм, как Энсис, МСС. Мы открыли, значит, подписано соглашение. И вот, в частности, например, реальная, так сказать, трехмерная 3D. То есть вы готовите кадры по определенному профилю? Да, значит, по применению сложных высокопозвоночников. А сам процесс обучения как? Значит, все вот эти фирмы, да, открыли у нас центры компетенций, причем не только для студентов НГТУ, а для всего Приволжского федерального округа. У нас такие вот инженерные центры мы открыли, вот таких известных фирм, по применению высокопозвоночных вычислений. У нас сейчас 5 суперкомпьютеров, где-то около сотни террафлоп мощностью. Ну и вот просто я хотел показать, вот это, так сказать, батарея аварийного расхолаживания, ну, так сказать, модель такая, да, для системы расхождение. Да, все, все, да, поэтому все, спасибо. Валерий Павлович, еще мы 4 числа, 4 мая. Итак, мы проходим сейчас по блоку электронное образование, своеобразному кварталу, который устроили здесь, в информационном городе, на Нижегородской ярмарке. И сейчас Валерий Павлович покажет следующий блок, который называется «Электронная медицина». В этом году до конца года, планируется, этого года планируется покрыть всю Пенскую область вот этой вот системой. Каждая бригада скорой медицинской помощи оснащена планшетами, на которые поступает вся информация по вызовам. Они видят на карте точку вызова. То есть оптимизация маршрута? Да, прокладывается маршрут. Более того, есть возможность совершения видеоконференц-связи с диспетчером или профильным врачом. Оптимизация здесь достаточно высокая. Понятно. Даже когда в движении находится, выявляют два заказа параллельно или последовательно существующие? Конечно. Система управления? Это как раз те самые технологии. Электронная регистратура, пожалуйста. Сунаргистатура. Реально работающая система. Бород Владимир, директор МИАЦ. Показываем вам с портала регистратура 33РФ. Загружается система записи на прием в электронном виде. В настоящий момент данная система работает в 75 лечебных учреждениях, функционирует в течение года. 100% все расписание выложено областной клинической больницы. Готовы помочь технической поддержкой Нижнему Новгороду, так как вы только начинаете это делать, а мы уже это сделали. То есть все вопросы, которые будут возникать у коллег, мы готовы помочь. Спасибо. Расценка представлена региональная ООО «НПО Росбитех». Представлено решение, которое охватывает полностью клинику, поликлинику, диагностический центр, возможность работы с диагностическими изображениями, передача сразу этих изображений в информационную систему, тем самым врачу нет необходимости ходить за снимками, а он сразу на рабочем месте все это дело получает. И вот такого качества. То есть уход от рентгенопленки, экономия денежных средств, соответственно. Виртуальная колоноскопия, то есть пациента не надо резать. И все, что находится в базе данных, нужно поднять. Совершенно верно. Человек не привязан к учебному учреждению, может получить аналогичные услуги в различных учреждениях. Да, куда бы он не попал, пациента, там, где есть связи. Совершенно верно. Есть полномочия, наделен полномочиями. Хорошо. Здесь и учет, и приглашение, и сам процесс лечения уже полностью выстроен последовательно. Да, 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 все это показано. Этот у нас влог посвящен... Сейчас мы проходим. Используя вот эти технологии, учатся программировать, потому что каждая вот такая игрушка, это отдельная программа. Мы организовывали развлекательную часть на форуме, приглашаем сюда молодежь. Составляем приставки, начиная от Sega, которые помнят все. Продолжаем Xbox'ом и переходим на то, чтобы человек уже не привязывался к приставкам, а использует себя как полный контроллер. К примеру, приставка Kinect. Если хотите, можно попробовать имитацию лыж в домашних условиях. Попробуйте, проедете трассу. Это как бы симулятор. Да, это симулятор, вы повторяете полностью движение. Вчера был мужчина с ограниченными возможностями, он предложил социальный проект, проведение соревнований. Сколько таких у вас программ сейчас? Таких программ сейчас у нас находится три, это уже не новая разработка. Просто в дальнейшем, как социальный проект, запустить соревнования между людьми с ограниченными способностями. Пока это соревновательная программа. Это можно устроить как соревновательная. Обучающая – это реабилитация, установление моторики. Например, у нас проблема существует с обучением на рабочей профессии. Вы знаете, что это, допустим, сварщик. Вот можно брать реальный сварочный аппарат, а можно симулятор. Симулятор движения. Здесь симулятор именно движения, помогает людям двигаться. Движение, здесь отдых, а вот о работе не думали? О работе думали, но это также возможность заниматься спортом в домашних условиях. Я уже увидел это. Попробуйте. Подумай. Попробуйте проедьте по нашей трассе. Я так умею. Не волнуйте. Хорошо. Спасибо. Итак, мы посмотрели, как же можно использовать инфляционные технологии в развлечении. Впереди у нас блок «Электронная культура». Движение, каждый расскажет о нашей экспозиции. Приглашаем в дом электронной культуры. Культура, искусство и кинематографии двигаются в этом направлении. А движение идет по трем основным векторам. Во-первых, это использование активной интернет-технологии, использование веб-технологии в предоставлении услуг в электронном виде и, наконец, создание собственных электронных продуктов. Наш дом электронной культуры разбит на три зоны. Первая зона – это электронный музей, где сегодня работают Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Он показывает свой сайт, который на сегодняшний день является самым интересным сайтом музеев. А также показывает один из интереснейших продуктов электронных на сегодняшний день – это виртуальную экскурсию, где, видите, с помощью 3D. Это только по одному музею? Такая экскурсия сегодня только по одному музею. Покроветь. Усадьба Руховичниковых, да. Где вот у нас создаются полные ощущения присутствия там, потому что 3D-технологии позволяют все внимательно рассмотреть, двигаться в любом направлении. И у нас создаются полные ощущения, что мы находимся именно там. Действительно уникальная экскурсия с голосовым и музыкальным сопровождением. Здесь работает нескоро-представительный музей, который показывает очень молодой, интересный вид искусства – сэнд-арт, песочная анимация, и как его можно использовать в музейных программах. Да, самое модное. Русский музей фотографии демонстрирует, как без помощи экскурсовода любой посетитель может посмотреть экспозицию при помощи аудиогида и специальной музейной программы. То есть в своем темпе, в своем режиме, с любой точки осмотра можно все посмотреть, как ему это хочется. То есть аудиогид и программа. Самое интересное, наша музейная площадка – это где корпорация ЛАР предлагает нашему вниманию то оборудование, которое сегодня в идеале хотелось бы иметь в каждом учреждении культуры. Это ЭЛА-робот, комплекс высококачественного сканирования и комплекс 3D-сканирования. Может быть, вы пару слов расскажете? Ну, собственно, это специальный скан для создания электронных нижних коллекций. Сейчас мы направляемся в квартал «Электронный регион». Вот это уже хозяева стенды. Электронный регион. Здесь представлены эффективные решения отраслевые, которые позволяют автоматизировать деятельность отраслей хозяйства, экономики в регионах, непосредственно подходить к полноценному пятому этапу полностью в электронном виде оказания услуг, формировать информационные ресурсы. В прошлом году в рамках реализации программы «Информационное общество» по заданию Минсвязи было отобрано в стране 50 лучших эффективных решений, которые уже где-то работали. Есть подтвержденные результаты этого внедрения. И было объявлено 5 пилотных регионов, которые пожелали непосредственно внедрить их у себя по новой модели в качестве сервиса. У нас разработана национальная облачная платформа, на базе которой размещаются эти решения. Вот здесь стоят стенды, представленные. Социальная поддержка, социальное обслуживание. В Денецком округе внедрено решение и позволяет в электронном виде оказывать услуги в области социальной защиты населения. Все услуги? Нет, было выбрано ряд услуг. Могут все. Сейчас выбран ряд услуг. То есть тоже пилотные услуги были? Да, безусловно. Сейчас идет этап боевого оказания этих услуг и использования этих решений с оценкой и выходом на комплексное внедрение на весь субъект этих решений. Соответственно, имущественно-земельный комплекс региона компания «Галактика Сервная» и «Осетия Алания». То же самое. Автоматизация комплекса и оказание услуг. ЖКХ, Удмуртия, культуры, наследия, культмассовые мероприятия «Мурманск» и сфера образования на Ставропольском крае. Буквально в этом году услуги опубликованы на едином портале государства муниципальных услуг и на региональных порталах оказываются в боевом режиме непосредственно гражданам, заявителям, тем, кто обращается. То есть это отработанные продукты, которые можно взять и разворачивать в регионах. Здесь только 5 из 50 решений. Да, это то, что предлагают сегодня. Собственно, основной подход заключается в том, что впервые опробируется сервисная модель оказания вот этих услуг, предоставления возможности работать с этими системами на базе национальной облачной платформы. Минсвязи совместно с Роскликовым разработали эту платформу и сейчас на нее могут размещаться приложения любых разработчиков при соблюдении определенного ряда условий. Сейчас мы проходим к стенду Рос-Телекома. На данном стенде представлен прикладной сервис информатизации школьного дошкольного образования, называется «Восемь образования». Основная его задача – это автоматизация школ, автоматизация детских садов, то есть это электронная очередь детских садов, полностью на весь регион, все муниципалитеты, вся муниципальная услуга. Далее – это зачисления в школы, это электронный дневник, журнал. В сумме это, если говорить про 19, 93, 15, 06, это 79 услуг. При этом решение построено на базе уже опробированных в 25 субъектах решения, компания «Барсгрупп». Это наше партнерское решение. Также мы совместно с коллегами из Рос-Телекома уже в двух субъектах провели пилотное внедрение. Одно из них представлено в рамках электронного региона. В Ставропольском уже здесь коллеги присутствуют. И одно в Орле, в данный момент идет внедрение. То есть это уже 26 и 27 субъект. То есть решение уже опробировано, полностью закрывается все задачи в образовании, готово к интеграции. То есть мы в нем уверены, абсолютно такое готовое решение, полностью прошедшее все аттестации. Как пользователи относятся к электронному журналу, к электронному дневнику? Ну, вопрос возраста, вопрос готовности пользователей. Здесь ничего нового нет. Надо больше пользователей к этому готовить. И там, где ее используют, она эффективна, да? Да, ну я могу показать, если коллеги-фотографы отойдут. Мы очень много посвятили дизайну, чтобы он был именно удобный для учеников, для родителей, чтобы он как можно меньше вопросов вызывал у самих пользователей. Это как бы основной акцент. Потому что задачи, что они все примерно понятны. Тут самое главное, чтобы это было удобно и интуитивно понятно. А кто регламенты, кто разрабатывал? Помогаем мы с коллегами из Ростелекома, но это совместная работа с субъектами. Нет, ну какая-то была экспертная группа из опытных преподавателей. Кто вот регламенты и чиновники участвуют? Есть регламент работы системой? Нет. Есть регламент оказания услуги. Регламент каждой услуги. Это услуги муниципальные. Вот почти все услуги в образовании, это услуги муниципальные. Понятно. Да, мы готовы предложить некий шаблон, в котором каждый муниципалитет должен там, ну, некоторый момент вставить. Почему? Потому что услуга муниципальная, есть разные муниципалитеты. Свои какие-то отличия. Да, там плюс-минус, шаг левый, шаг правый, это все система предусматривает. То есть все вы учитываете особенности? Обязательно. Спасибо большое. Это просто электроны? Нет, ну они могут работать сами, а вот для хорошее это не будет. Мы движемся дальше по хороу, и теперь подходим к блоку электронное правительство. Интересно, как эта система реализована в других регионах и чем может похвастаться Нижегородская область? Скоро оказывают услуги, причем и федеральные, и региональные. Они выстоят и... Ты про тех расскажи, что тут вот каждый представил свой У каждого органа власти свои решения, поэтому мы здесь показываем, и все, что касается передуслуг электронной власти, можно попробовать. Блоке электронное правительство, каждый орган власти представляет свои услуги в электронном виде. Можно подойти и узнать, что же делают ЗАГСы, Министерство социальной политики, Фонд социального страхования и другие организации, как они переходят на электронный документоборот. У нас больше 700 услуг через портал, можно получить информацию, подать заявки в электронном виде. А там разные этапы. Информация тоже в электронном виде. Подать заявку можно сейчас на 50 услуг. Мы перешагнули просто цифры за два дня. То, что вы щегали, вы пригласили. И пять государств, да? А посетители где-то вот мы посчитали 3,5 тысячи. А 4 тысячи уже сейчас есть. А 4 тысячи посетителей. Так, VIP-обход заканчивается. Сейчас мы подходим к точке, где губернатора ждут журналисты, который подведет итоги, расскажет о том, что же интересного он увидел во время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok